Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Спасет от космической угрозы. В Самаре испытали лазерную установку. Освещённая дорога домой. Самарская область стала пилотным регионом, где реализуют проект «Умный город». Среда, в которой хочется жить в Самарском районе, по федеральной программе обновили четыре двора. Самара готовится к празднованию 75-летия Великой Победы. Подробную программу обсудили на первом заседании Оргкомитета. Покорить Поднебесную самарские спортсмены отправились в Китай на военные игры. Деловые связи и совместные проекты. В Самаре проходит Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день халяль. Иностранные гости съехались в регион с готовыми бизнес-идеями более чем из 20 стран. Гости праздника, далёкие от бизнес-проектов, могут познакомиться с культурой, кухней восточных стран. Подробности у нашего корреспондента. Базар в центре Самары раскрывает богатый и уникальный колорит восточной кухни. Здесь представлены малазийские, татарские, азербайджанские, турецкие блюда. Атмосфера вкусных запахов. Здесь невозможно пройти просто так. Всё равно что-то купишь. Купил вот полный этот. Ой, ну там и халяль, и это, что-то ещё, сладости разные. Всё вкусно, красивое, организация хорошая, всё нормально. Пока одни приобщаются к вкусной кухне, другие решают важные экономические вопросы. На Волжском инвестиционном саммите и Всемирном дне халяль обсудили коммерциализацию бренды региональных продуктов. Фабричная марка «Торговый знак», имеющая высокую репутацию потребителей, способствует выводу продукта на мировой рынок. Это эффективный инструмент, драйвер развития, поскольку регион может получить компании, локальные компании, имеющие партнёрство с глобальными партнёрами. Сегодня я рассказал про два наших бренда, которые при поддержке у нас правительства созданы. Это туристический бренд Самарской области и бренд Самарский продукт, или сделанный в Самарской области. Я подчеркнул, что это, конечно, является большой помощью малому и среднему предпринимательству в продвижении их товаров, в повышении узнаваемости их товаров. Хан Сун Хо, руководитель южнокорейской медицинской компании, в первый раз в Самаре. Приехал с готовой бизнес-идеей. Его компания ищет регион, где можно было бы организовать отдых для пожилых людей. Хань Сун Хо говорит, что Самарская область – идеальное место для медицинского туризма, благодаря и природе, и развитой инфраструктуре. И отмечает, что инвестиционный климат региона привлекателен для иностранного бизнеса. Если со стороны представителей власти Самарской области будет желание сотрудничать, то представители нашей компании могут открыть двери для многих успешных корейских производителей медицинского оборудования. Другие гости форума говорят, в Самарской области есть все условия для того, чтобы в рамках культуры халяль здесь можно было бы открывать и развивать новые бизнес-направления, связанные с едой, туризмом, космической промышленностью. Для этого в регионе есть все условия. У Самары есть такое неоспоримое преимущество, как река Волга. Мне кажется, что уикенд, проведенный в Самаре, на природе, рядом с рекой – это хороший способ отдохнуть. В форуме приняло участие более 550 участников из 21 страны. Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов подчеркнул, что здесь обсуждаются вопросы, которые напрямую касаются развития региона. Экспорт товаров, международная торговля, туризм. И заявил, что географическое положение региона обязывает развивать деловые связи со странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Они вполне могут воспринять наши товары, технологии, которые производятся здесь, на территории Самарской области, которые достигли уже достаточно высокого качества. Мы чувствуем неподдельный интерес к сотрудничеству с нашим регионом. Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день халяль завершится в субботу на площади Куйбышева – гигантским гастрономическим праздником, кульминацией которого станет приготовление самой длинной в мире шаурмы. Наши корреспонденты расскажут, окажется ли она еще и самой вкусной. Елена Малютина, Семен Безгинов, Николай Епифанов, Дмитрий Мешканцов. События. Орудия против астероидов в Самаре испытали лазерную установку, которая в будущем сможет защитить Землю от космической угрозы. О перспективах ноу-хау в репортаже Елены Нижегородцевой. Ученые Самарского университета филиала «ФИАН» совместно с американскими коллегами разработали лазерную установку, которая, возможно, в будущем сможет защитить нашу Землю от падения астероидов. Таких установок в мире пять. Одна из них в Самаре. Компактная экспериментальная установка помещается на обычном столе. Но пользу от нее трудно переоценить. Астероиды наносят Земле катастрофические потери. Так, ущерб от двухметрового небесного тела, которое упало в Челябинской области в 2013 году, превысил миллиард рублей. Если эксперимент окажется удачным, такого можно будет избежать. Вся наука, которая была сделана до нас, она говорит о том, что можно получить лазер мегаваттного уровня мощности с активным объемом всего лишь нескольких литров. Поэтому этот лазер интересен, и вот он сейчас активно изучается. Вариант защиты от астероидов в будущем. В космос выведут группы небольших спутников, оснащенных лазерами, питающимися от солнечных батарей. Сфокусировав на одной стороне астероида много лазерных лучей, можно будет добиться взрывного испарения небольшого количества вещества, которое придаст небесному телу реактивный импульс в нужном направлении. Он позволит так изменить траекторию по лету, чтобы космическое тело стало безопасным для Земли. Новый лазер основан на идее профессора Майкла Хевена. Семь лет назад он предложил вместо атомов шелочных металлов использовать метастабильные атомы инертных газов, которые являются мощными аккумуляторами энергии. Этот вариант намного безопаснее, эффективнее и позволяет прибору выдавать непрерывное излучение. Вот она, разрядная камера. Внутри горит тлеющий разряд. Излучение этого лазера проходит через этот телескоп. И дальше попадает на систему из двух цилиндрических линз. В результате формируется вот такое эллиптическое излучение, которое попадает в область разряда. И вот здесь стоят два зеркала, которые образуют оптический резонатор. Между ними возникает лазерное излучение, которое вот там детектируется. В ближайшие сто лет около 900 потенциально опасных объектов приблизятся к орбите Земли. Максимальный диаметр большинства – около 100 метров в диаметре. А следовательно, они способны нанести значительный ущерб. Представляет угрозу объекты, если они более 10 метров. Если более 10 метров, они просто не та энергия. То есть она может только корректировать траекторию, как бы отгонять. Лазерное излучение расходится, и сфокусировать его так, чтобы можно разрушать твердые вещества – это тоже сложная задача. Она до сих пор не решена. Но все это в будущем. А пока новому лазеру найдется дело на Земле. Для связи на дальние расстояния, передачи энергии, обработки материалов и измерения расстояния между объектами. Елена Нижегородцева, Григорий Плешаков, События. Самарская область стала пилотным регионом, где реализуют проект «Умный город». Его задача – создать инновационную городскую инфраструктуру с применением современных подходов и сделать жизнь местных жителей максимально комфортной. Перемены коснутся и жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас, например, в некоторых районах Самары меняют систему освещения. С подробностями наш корреспондент. Старшая дочка жительницы Красного Пахаря Ольги Коренкол учится в школе на мехзаводе и возвращается домой вечером, когда смеркается. Обычно дорогу от остановки до поселка ребенку приходилось преодолевать в темноте. Освещения не было, а родители не всегда могли встретить школьницу. В этом году они смогут вздохнуть с облегчением. В Красном Пахаре по просьбе жителей монтируют новую линию освещения. Она заработает в конце октября. Конечно, мы с Светой очень рады, потому что до этого было очень проблемно. А в зимний период, как раз школьный учебный год, получается, что и утром, и вечером дети постоянно рискуют. В рамках проекта «Умный город» в поселке устанавливают энергоэффективные светодиодные светильники. По информации производителя, такие светильники потребляют меньше энергии и работают дольше, чем натриевые лампы. Такое же освещение провели в крутых ключах. Всего в Самаре за этот год смонтировали 413 светодиодных точек. Специалисты говорят, если светильники в крутых ключах и красном пахаре докажут заявленные производителем характеристики, светодиодные точки появятся и в других районах города. Будем отслеживать работу этих светодиодных светильников и менять по мере выхода из строя прежних сетей. Или где вновь уже будем строить сети уличного освещения, если светодиодные светильники действительно себя зарекомендуют. Еще одно направление по созданию энергоэффективного городского освещения – это работа автоматической системы управления. Все сети контролируются в режиме реального времени оператором. У него есть возможность регулировать яркость освещения, менять режимы, включать или отключать свет в зависимости от времени суток и погодных условий. Также система позволяет контролировать параметры линии освещения, видеть обрыв линии, производить замеры напряжений, констатировать неисправность оборудования. Напомним, Самара стала пилотным городом, где реализуется проект «Умный город». Соглашение об этом подписали в августе Минстроя России, областное правительство и администрация Самары. Осуществляют проект в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и программы «Цифровая экономика». Никита Борисов, Семен Безгинов, Сергей Баскин. События. В Самаре началась подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы. План работы наметили на первом заседании Оргкомитета в городской администрации. Там же глава города Елена Лапушкина вручила депутату Государственной Думы Александру Хинштейну почетную грамоту за многолетний безупречный труд на благо Самары. Особенно глава города подчеркнула помощь в работе по установке памятника композитору Дмитрию Шостаковичу, который находился в Куйбышево в эвакуации. И именно здесь дописал свою знаменитую во всем мире седьмую симфонию. Это было сделано по инициативе и с огромной помощью. Александр Алексеевич, спасибо вам огромное. Самара стала городом-участником всероссийского проекта «Война на холсте как память поколений». Запасная столица подарила городу-герою Волгограду картину самарской художницы, посвященную теме Холокоста. На работах, представленных разными национальными объединениями страны, самые страшные моменты Второй мировой войны. Картину, представленную еврейской общиной Самары, оценила Валерия Куценко. Надежда есть, несмотря ни на что. Именно эту идею вложила в свою работу «Холокост» самарская художница Татьяна Вдовина. Ее картина стала одной из участниц всероссийского проекта «Война на холсте как память поколений». Когда женщина узнала о выставке, сразу согласилась принять в ней участие. Для Татьяны тема Холокоста очень важна, ведь она сама является представителем еврейской национальности и чтит историю своего народа. Автор хочет, чтобы эту работу увидело как можно больше молодежи. Когда вы посмотрите картину, вы увидите, что через страх мы переходим к надежде. Самое главное, надежда на лучшее, это всегда идет. Теряя человеческий облик, все равно можно возрождаться, как птиц, феникс. Картина художницы будет передана на выставку в город-герой Волгоград в конце октября. Самару о всероссийском проекте представляет еврейская община. Его цель – показать единство многонационального народа России в тяжелые военные годы. За три года, что существует проект, более ста картин, переданные национальными объединениями из разных уголков России и ближнего зарубежья, в дар Волгограду для постоянной выставки. Самарская область представила школу номер 42, где идет углубленное изучение предметов, среди которых иврит, культура и традиции еврейского народа. В этом году школа отмечает 25-летний юбилей еврейского отделения. За эти годы школьниками было сделано много проектов на военную тематику. Мы считаем своим долгом, конечно же, сделать все, чтобы о том, что произошло, не забыли, и знали, делали какие-то уроки, и даже, возможно, применяли эти полученные знания сейчас. И, конечно же, мы очень рады, что это происходит на базе нашей школы, на территории нашей школы, что наши ученики это видят, что наши ученики очень готовились, они готовятся. Изначально, когда рождался этот проект, эти картины рисовали родственники, дети, именно тех участников событий, именно трагических событий хотел подчеркнуть, но сегодня это выросло уже более масштабно. Выставка «Война на холсте», как память поколений, в дальнейшем будет оцифрована для всех городов-участников. Валерия Куценко, Григорий Плешаков, События. Молодежный центр «Дирижабль» в Самаре заработал в полную силу. Концертный театральный комплекс расположился в реконструированном четырехэтажном здании на улице Куйбышева, известном как здание бывшего коммерческого клуба. Днем здесь занимаются студенты Института культуры, а вечерами сцена должна будет бесплатно переходить в распоряжение молодежных творческих коллективов. Кому предоставить площадку, будет решать координационный совет. В него вошли руководители и активисты молодежных творческих коллективов. На первом заседании определили необходимую перечень документов для заявки. Также решено предоставлять помещение для выступлений не только творческой молодежи Самары, но и молодежи из других регионов. У вас задача сделать механизм, при котором вы получите максимум возможности все эти вещи четко определять. И я не вижу ничего дурного, если у нас с вами не будет в повестке, или точнее у вас не будет в репертуаре какого-то хорошего события, а к вам обратятся в Саратовск, например. Пусть они приедут, да и выступят. Самара проводила в Китае сборную команду российской армии на всемирные военные игры. Соревнования пройдут по 27-ми олимпийским и военно-прикладным видам спорта. Какие шансы у россиян на победу, расскажет Сергей Кизоркин. Участник трех олимпиад в Афинах, Пекине и Лондоне. Экс-рекордсмен мира по плаванию Николай Скворцов готов побеждать и на всемирных военных играх. Полтора месяца он вместе со сборной командой российской армии готовился к соревнованиям в Самаре. Условия были великолепными, рассказал заслуженный мастер спорта. В двух шагах гостиница, бассейн, столовая и набережная. Тренировки и восстановления прошли на ура. У нас достаточно сильная команда. Мы надеемся завоевать много золотых медалей в этом виде спорта в Китае. На всемирных играх военнослужащих. Вот это наш основной старт за четыре года. И по сути дела мы четыре года к нему готовились. В сборной команде российской армии по плаванию 10 спортсменов. Поровну мужчин и женщин. Они выступают в военно-прикладной дисциплине «Спасение жизни на воде». Спортсмен не просто плывет. Он тащит за собой манекен человека весом 70 килограммов, преодолевая разные препятствия. Дистанции несколько – от 50 до 200 метров. В программе выступлений еще несколько эстафет. Тренер с самарским этапом подготовки команды остался доволен. Где бывает лучше? Я не видел. И мы надеемся, что все то, что мы запланировали, исполнили, выльется все-таки в очень высокий результат. Это будет большой плюс для всех. Сборную команду военнослужащих из Самары на китайские игры провожали начальник спортклуба ЦСК ВВС и председатель губернской думы. Пожелали им удачи и напомнили, что на прошлых соревнованиях российские армейцы заняли первое место в медальном зачете. Я вам искренне желаю всем успехов. Всем. Я уверен, что вы к этому способны, вы хорошо подготовлены. Мне сказали про вас режим работы, чтобы был очень напряженный. И начальный губернский такой скромный, но требовательный, очень жесткий, как и должно быть у спортсменов. Потому что способный. Еще раз говорю, когда я посмотрел состав команды, это уникальная команда, конечно, вся титуловная такая. Летние военные игры стартуют в китайском Ухане 18 октября. Церемония закрытия пройдет 27 числа. Девиз соревнований – военная слава, мир во всем мире. За 27 комплектов медалей будут сражаться 16 сборных команд вооруженных сил из разных стран мира. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Место, в котором хочется жить. В Самарском районе Самары в этом году обновили 4 двора. Благодаря федеральной программе ремонтируют дорожки, устанавливают детские площадки и меняют освещение. Мэри Елчан оценила масштаб перемен. Этот двор на улице Чапаевской – теперь излюбленное место отдыха жителей. Олег Ефремов поселился здесь в 1994 году, а вспомнить может только разбитые проезды, отсутствие газонов и мест для прогулок. Узнав о федеральной программе формирования комфортной городской среды, вместе с другими активистами решил составить проект будущего двора и подать заявку на участие. После того, как мы вступили в эту программу, мы поняли, что можно все-таки сделать красиво. А здесь раньше была грязь, двор был не обустроенный. То, что пару месяцев назад казалось нереальным, сейчас можно созерцать. Аварийные деревья спилили, асфальт поменяли, детскую площадку построили. Есть предложение дооснастить ее, установить турники. У нас дети однозначные, подростки должны заниматься спортом. И раньше, если мы вспомним, турники стояли в каждом дворе. Местные жители принимали участие на каждом этапе благоустройства двора, и все их замечания в итоге были учтены. Много раз мы высказывали свои недочеты подрядчикам. Они вовремя, я считаю, что довольно-таки качественно эти недочеты устранили. Мы видим, что площадка уже эксплуатируется, как жители говорят, и со школы, соседних дворов люди приходят. То есть она пользуется популярностью, значит, это мы делали как минимум не зря. В этом году в районе преобразились четыре двора. В них были заменены освещение, уложены газоны, установлены детские площадки. По словам местных властей, благоустройство в районе продолжится. И инициативные жители смогут получить обновленные территории в следующем году. Мэри Елчан, Максим Гусев, События. Без них никуда. В Ленинском районе Самары с Днем пожилого человека поздравили активистов серебряного возраста. Ни один праздник или важное дело не обходится без помощи и Совета пенсионеров, уверены районные власти и депутаты. С героями нашего времени познакомился Сергей Кизоркин. «Я как будто снова родилась, когда вышла на пенсию», рассказала Наталья Сметанникова. После того, как она возглавила районную организацию Всероссийского общества инвалидов, у нее нет и свободной минутки, скучать не приходится. В местном отделении более тысячи человек и все предели. Кто-то нашел себя в искусстве, кто-то в общественной работе. Кто у нас самый талантливый, кто у нас самый активный – это наши пенсионеры. Поэтому я хочу сказать, что когда я вышла на пенсию, я окунулась в совершенно свой мир, где люди, которые теперь уже свободны от производственной деятельности, могут реализовать все возможности, все свои таланты. Где найти себя и применить свои знания и навыки – вопрос у представителей серебряного возраста в Ленинском районе не стоит, поделилась опытом работы с пенсионерами глава администрации Елена Бондаренко. Это многочисленные общественные организации, в том числе и Совет ветеранов. Это надежда и опора Ленинского района во всех начинаниях. Мы говорим им сегодня слова благодарности. Надеемся, что и дальше они будут вот такой же опорой района. И благодаря их активной жизненной позиции мы будем воспитывать молодое подрастающее поколение, такими же достойными жителями нашего района, города и страны. Представители серебряного возраста участвуют в субботниках, благоустраивают дворы, берут на себя управление домами и целыми микрорайонами. Впрочем, есть в Ленинском районе и своя творческая интеллигенция. Пенсионеры пишут музыку, стихи и рассказы, издают книги, играют в народных любительских театрах, участвуют в фестивалях, конкурсах и выставках как районного, так и всероссийского масштабов. Не могут сидеть без дела. Это люди старой формации, старой закалки, что называется. Они очень активны, они очень неравнодушны к тому, что происходит у них во дворе, в районе в целом. Они оказывают, конечно, очень большую, очень ценную поддержку всему тому, что происходит в жизни района. Они не просто сгенерировали какую-то идею и сказали делать, они еще очень активно сами принимают вот это участие. Это, конечно, очень похвально. Это то, чего сейчас не хватает нашей молодежи. День пожилого человека в Ленинском районе отметили с размахом в Доме актера. Активисты и почетные представители серебряного возраста получили от администрации подарки. Закончился праздник концертом с участием творческих коллективов. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. День пожилого человека отметили и в Доме культуры «Заря». Песни и стихи звучали в этот день со сцены. Творческие коллективы приготовили для представителей серебряного возраста танцевальные номера. Слово Валерии Куценко. Военные педагоги и общественники. На праздновании Дня пожилого человека в ДК «Заря» собралась публика разных профессий. Среди них и руководитель музея школы номер 116 Валентина Горина. С 2007 года активистка проводит для школьников уроки патриотизма и мужества. Времени у пенсионерки хватает и на поиски информации о безвести пропавших солдатах Великой Отечественной войны. Говорит, эта работа помогает пополнить ряды бессмертного полка. Уроки мужества и чести должны быть где-то на самом первом месте. Почему? Потому что они сближают непосредственно с детьми, с нашими, с молодежью, в которой мы верим, которые надеемся на то, что они будут продолжать наше дело. Несмотря на состояние здоровья, Анатолий Ломатов все равно пришел на праздник. Человек военный, ветеран боевых действий в Венгрии в 56-м году. Слов на ветер не бросает. Если сказал, что придет, значит придет. Всегда, когда приглашают, бываю. То есть вы ведете активный образ жизни? Активный. Только вот помешал инсульт. Но все равно, несмотря на это, вы все равно... Да, вот клюшку взял и все равно сюда пришел. В Самарской области проживают более 350 человек, которым более 100 лет. На все важные даты и события к ним приезжают представители администрации города с подарками. День пожилого человека не стал исключением. Очень приятно видеть счастливые и довольные лица наших ветеранов. Традиционно мы обязательно доставляем их на это мероприятие. То есть отдаленную району города предоставляем автобусы, чтобы им легче было добраться сюда и также потом домой. Всего в Самарской области проживает 100 тысяч пожилых людей. Они состоят в различных общественных организациях, посещают объединения по интересам и даже участвовали волонтерами серебряного возраста на форуме Иволга и Чемпионате мира по футболу 2018. Валерия Куценко, Николай Сидоров, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи Самары Гиз на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Все вам доброго и отличных выходных. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...